Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Овечкин. Перед тем, как рассказывать о следующей партии, я сделаю небольшой анонс. Сегодня понедельник. Во вторник, 24 апреля, я выступаю в 21.00 по Москве на канале у Игоря Немцева. Часик я буду рассказывать про атаку раузеров в сицилианской защите, свое видение, показывать свои партии, сыгранные в ней. Рассказывать, какие партии других шахматистов важны. Не надо делать теорию, только изучая мои партии. Строить для себя теоретическое дерево. И потом часик я буду отвечать на ваши вопросы. Следующее объявление. В пятницу, примерно в 7 часов вечера по Москве, опять же, я планирую провести что-то связанное с Блицем. Варианты следующие. Можно организовать Блиц со зрителями, как у того же Игоря Немцева. Могу организовать турнир на шахматной планете. Права администратора там у меня есть. То есть, повспоминаю, посмотрю там инструкции и легко организую. Выбирайте, что на ваш взгляд более привлекательно. И вот к ролику, который сейчас записывается, будет прикручена голосовалка. Обязательно проголосуйте. Результат на четверг будет итоговым. Ну или на пятницу утром, когда я проснусь. И, соответственно, если нужно будет провести турнир, я утром его организую. Значит, так, еще есть объявление, но тут уверенности нет, что это состоится. Любитель шахмат Сахалина Алексей Мухин хочет организовать лично командный турнир между блогерами. Блогерами и их командами. Я не знаю, получится ли у него это в субботу. То есть, он планирует, чтобы участвовали и я, Михаил Марин, Игорь Немцев, и другие. Но для этого нужно, конечно, чтобы было как можно больше вот таких видеоблогеров. Чтобы они могли набрать свою команду. Не знаю, насколько у него получится. Если на этой неделе не получится, Алексей очень пробивной человек. То есть, мне интересно было с ним общаться. И он непременно это организует позже. Мне кажется, это был бы достаточно интересный формат. Именно лично командный. За счет, условно говоря, по трем-пяти лучшим. И у каждого там своя условная команда, кто поддерживает. Ну ладно. На этом объявления закончили. Сейчас немножечко о турнире, в котором была сыграна партия, представляемая вашему вниманию. А также о причине, по которой я решил ее показать. Значит, турнир был очень сильный. Это был финал Кубка России 2002 года. Туда попадали из этапов Кубка России. Первое место чистое в нем занял Павел Смирнов. Он в 2004 году выбьет Роняна из борьбы за звание чемпиона мира по версии Фиде в Триполи. Ну и вот этот турнир он выиграл тоже с большим отрывом очка в два. Турнир в целом был очень интересным. Мне вообще нравятся турниры в круговом формате. В этой партии моим противником был Георгий Аразуманян, международный мастер. По-моему, 2450-2455 его рейтинг заставлял на тот момент. Партию я решил показать по следующей причине. Вот и заодно сделать вам замечание. Вчера я услышал от одного из шахматистов Тюмени, что его заинтересовал вариант, в котором черные в каракане, вот как вы видите на доске в закрытом варианте, уводят слона на Аш-7. И он попросил прокомментировать еще несколько партий. Ну, партия с Георгием у меня памятная, во-первых, потому что удалось быстро, ну, так, вполне симпатично выиграть. Во-вторых, в связи с тем, что удалось провести основные идеи этого варианта. А в-третьих, что вот слон, который был спрятан на Аш-7, сыграет решающую, ну, главную скрипку в слаженной работе оркестра черных фигур. Пока что еще до появления слона на Аш-7 далеко, но не сомневайтесь, он там будет. Значит, рокировка, вот черные делают подготовительные ходы, и здесь мой противник сыграл Б-3. Да, партия, кстати, непременно будет в формате СБВ, а замечание, которое я вам хотел сделать, следующий характер носит. Пишите свои пожелания в комментариях на Ютубе. Особенно те, кому сложнее со мной встретиться, чем шахматисту, который попросил меня вот прокомментировать несколько вот этих партий. Значит, ход Б-3. Эта партия прокомментирована гроссмейнстром, венгерским гроссмейнстром Лукашем, она будет обязательно в формате ЦБВ прикреплена к ролику. Ход К-7, на мой взгляд, не очень хороший, не сильнейший. Но, чтобы понять это, мне нужно было сыграть вот эту партию. Объясню почему. То есть сейчас я, наверное, почти не думая, сыграл бы слон Б-4. Дело в том, что вот С-6, С-5 проводить в этих структурах черным не так-то просто. Все время можно нарваться на С-2, С-4, и вскрытие линий в центре окажется в пользу белых. Но очень часто оказывается в пользу белых. А вот другой ход, французский, F-7, F-6. Почему французский? Ну, потому что структура после E-4, E-5 вполне характерна для французской защиты. Во французской защите, когда белые проводят E-5, у черных две возможности, C-5 и F-6. То есть поэтому и структура закрытого варианта защиты каракан, она тоже называется французской. И вот второй типичный план, это F-7, F-6. Но для того, чтобы провести F-7, F-6, в данном случае, черным надо решить проблему развития вот трех фигур королевского фланга. Я их выделил, на всякий случай, зеленым цветом. Если хотя бы одну из них поставить на E-7, то это вот всего лишь одно поле. И вот в данном случае, конечно, был отличный ход слон B-4, ход, который гроссмейстер Лукас и Лукаш в комментариях не упоминает. Ну и вообще ход слон B-4 появился только, такая идея появилась только после этой партии. То есть я в этой партии слона развил именно туда, но позднее. В дальнейшем Виарел Балаган идею углубил и начал ходить слон B-4 при первой же возможности. То есть сразу после хода E-6. Но это ход сомнительный и без серьезного анализа туда идти нельзя. Какую-нибудь партию на эту тему я, может быть, тоже в дальнейшем вклею. Значит, а здесь я играл по старинке. Конь E-7. Мой противник борется за центр. Здесь вполне можно сыграть G-7, G-5, потом слон G-7 и F-6. То есть, ну, после рокировки, естественно. Слон на G-7 стоит тоже не так плохо. Но на C-7, мне кажется, позиция для него более хороша. И здесь последовал ход слон H-7. Лукаш разбирает кучу других ходов. Я их разбирать не буду. Меня попросили партию со слону на H-7. Но вы потом сможете изучить это, скачав файлик C-B-V. Здесь встречался ход конь A-3. А мой противник сделал более логичное... Ну, что может быть логичнее, чем поставить коня в центр на C-3. Одна из угроз C-D, C-D, конь B-5, с которыми черные вполне должны считаться. И поэтому черные сразу же взяли под контроль D-6. То есть, C-D, C-D, конь B-5 не опасно. Хотя бы из-за ферз B-6, потом A-6 и забрали пешку на B-6. То есть, белая шар будет. Вот. Белая, естественно, раз они пошли B-3, они хотят слона на B-2 поставить. На E-3 им почему-то кажется, что это менее логично. Хотя в данном случае, конечно, вместо слона на E-3. Впрочем, вот если вывести слона на E-3 прямо сейчас, то можно увидеть, почему, чем опасен слон H-7. Скажем, в ответ на слон B-4 нет хода ладья C-1 из-за слона A-3. Точнее, есть, но после слона A-3 висит ладья, и если ей отойти на B-1, то черные проводят серию разменов, которые должны быть для них выгодны. Сразу или после предварительного, опять же, слон B-4, может быть, еще точнее. Сохраняя возможность провести F-7 и F-6. Дело в том, что коня J-6 тоже разменивать так вот на H-4 не очень хочется. Его очень хочется поставить на F-4. Вот. А моему противнику захотелось поставить слона на B-2 и из этих соображений был сделан ход достаточно странный F-D2. На мой взгляд, лучше было пойти G-3. Там разбирается этот вариант. А здесь ход слон B-4 связал коня слон и отправляется на поле C-7. Белые ему в этом в дальнейшем помогут, насколько я помню. Но на B-4 он расположен активно и достаточно неприятно. Вот. А после слона B-2 рокировка ключевая идея черных сыграть F-6 взять конем на F-6 попасть конем на E-4 коня G-6 отправить на F-4. То есть у черных очень ясная игра. Да, вот мой противник помог слону отправиться на поле C-7. Здесь слон еще лучше поддерживает ход F-7 F-6 чем с поля G-7. Потому что когда черные проведут F-6 и пешка E-5 будет устранена, слон будет стрелять H-2. То есть смотреть на короля. Когда же черный слон развит на G-7 после G-5 и слон G-7 он стреляет всего лишь в пешку D-4. Здесь мой противник вскрыл линию C-7. Ну я не знаю как тут стоило ходить. Мое мнение что вот эта позиция у белых чуточку похуже уже. То есть кольц B-5 сгоняется потом черные проводят F-6 сразу или чуть попозже. Но вот идея поставить слона на D-3 и возможно потом ферзя на C-2 для того чтобы затруднить продвижение F-7 выглядит наиболее логичной в этой позиции. Хотя размен белопольных слонов после того как белые провели A-3 и B-4 однозначно в пользу черных в связи со слабостью пункта C-4. Вот охотку А-4 конечно белые хотят как-то использовать линию C но у них не доходят руки. После F-6 конечно взятие E-F выглядит странно. Черные могут взять даже ферзем подключая еще одну сильную фигуру к борьбе на королевском фланге. Но ход Ферзь E-3 был еще хуже. Дело в том что после размена белых конечно не устраивает размен коней на E-5 потому что сейчас и Ферзь G-5 будет угрожать и слон на E-4 хочет выпрыгнуть и слон на E-2 подвисает а если он отойдет на F-3 то надо считаться с тем что черный конь начнет прыгать то есть у черных шикарная игра по линии пооткрывшись но ход D-E он оказался еще хуже потому что несмотря на то что здесь у белых преимущество в пространстве у их фигур хороших полей не так много и подавляющее большинство этих хороших полей находятся в лагере черных то есть черное то есть белым надо действовать очень энергично чтобы использовать эти слабые поля вот например поле D-6 а до него им даже не добраться а у черных очень легкая игра на королевском фланге сейчас мы грозим взять на E-2 если слон B-5 то очень неприятно слон E-4 и здесь хотя бы коль бьет G-2 но это по-моему вариант приведен не мной я бы просто наверное взял на D-7 напал на коня повел торзян на G-6 мне кажется очень неплохо и так ну и вот эта позиция тоже висит ферзь висит конь на F-3 выглядит для белых очень тяжелый поэтому мой противник слона предпочел сберечь другим способом ну после слона E-4 снова надо на каждом ходу белым считаться со взятием на G-2 попытка укрепиться слон D-4 конечно решающая ошибка но и после вот размена коней на C-5 черный ферзь бежит на G-6 снова угрожает конь бьет G-2 потом ферзь G-6 король H-1 ферзь H-5 в общем объективно позиция белых очень тяжелая хотя на доске сделано ну ходов 20 не больше ну и партия продолжалась соответственно тоже очень очень недолго после конь бьет G-2 черные уничтожили центральную пешку на E-5 слон C-7 стал страшным монстром угрожает взятие на F-3 поэтому взятие на E-5 обязательно висит ладья ходом конь C-3 белые перекрыли линию и напали на слона E-4 но простой размен ведет к огромному материальному перевесу черный нет защиты от взятия на F-3 причем брать черные намерены ладью для того чтобы как можно быстрее поставить слон E-4 здесь неимоверно силен и уж точно лучше любой из фигур белых ну может за исключением нельзя так ну вот на этом наверное я с вами попрощаюсь еще раз я вам объяснил для чего слон на H7 не только ладьи на поединок лиц забирать спасибо за внимание извините за слишком долгое вступление до новых встреч до свидания 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 Продолжение следует...